здравствуйте дорогие друзья с вами я татьяна дугельная психолог писательница и программа начни с себя напомню что в рамках нашей программы мы с вами учимся меняться настолько чтобы наш мир вокруг становился более прекрасным гармоничным и целостным и сегодня тема нашей программы удивительная глубокая может быть неожиданная мы будем с вами размышлять о том как влияет на нашу с вами жизнь общение с туго думами да да вы не ослышались именно сегодня я хочу вам раскрыть эту тему потому что все чаще и чаще я сталкиваюсь на консультациях или в ваших вопросах которые вы мне задаете в разных форматах с тем что вы спрашиваете татьяна ну как как может быть что люди абсолютно не хотят развиваться ну что делать если люди не понимают о чем я с ними пытаюсь разговаривать я раздражаю злюсь потом ухожу в сторону знакомая ситуация не правда ли друзья да хорошо бы если бы тугодумами являлись просто для нас случайные прохожие или люди с которыми мы общаемся единожды и обязательств минимум да и нервов тратить мы будем по минимуму но к сожалению к тугодумам часто относятся люди от которых мы уйти не можем это члены нашей семьи и об этом я расскажу вам сегодня в нашей программе это наши сотрудники наши начальники или подчиненные тугодумами иногда бывают наши друзья или близкие знакомые хотя сначала когда мы с ними начинали общаться когда мы строили с ними какую-то модель общения такими они для нас не казались что же произошло что произошло с уровнем интеллекта людей которых вы вдруг начали воспринимать но практически как идиотов да да я сейчас никого не оскорбляю потому что идиотизм это застывшие психическое развитие на уровне 3-4 летнего ребенка хотя физически человек может достаточно адекватно себя вести в реальной жизни и по паспорту быть более взрослым нежели три года но общаться мыслить строить модели коммуникаций он может как ребенок что же происходит с человеком что он заваливается вот в это практически энергетическое постоянное вампирное состояние да да не удивляйтесь что я как психолог сейчас говорю о неком вампиризме ну конечно же условно потому что вообще не всегда присутствуют доноры и рецепиенты или вампиры те которые берут на себя донорами являются те кто хочет рассказать объяснить достучаться до сути и конечно же чаще всего такими являются люди с высоким уровнем интеллекта они стараются пытаются пробуют всякими способами объяснить свою позицию отстоять свою точку зрения но общаясь тугодумами они очень часто ударяются только практически стеклянную стену непонимания стеклянную потому что человек смотрит который не понимает вас тугодум на вас стеклянными глазами он смотрит и думает что ты такой умный зачем тебе это надо живи проще и очень часто он даже вам это проговаривает что вы чувствуете когда общаетесь с тугодумами и какие ощущения на уровне тела это вызывает но прежде всего я утверждаю что общение с тугодумами очень жестко очень сильно и глубоко влияет на уровень вашей жизненной энергии потому что после общения с ними если вы не смогли донести свое послание если вы не смогли доказать свою точку зрения или даже высказать свое мнение чтобы вас поняли вы чувствуете себя разбитыми вы чувствуете себя опустошенными а иногда чувствуете себя раздраженными и начинаете злясь говорить совершенно неподобающие для воспитанного человека слова вы начинаете оскорблять человека хотя только что пытались выстроить с ним достаточно эффективную коммуникацию вот вот таким именно образом действует энергетическое вампире вампире вот когда вампирят вашу жизненную энергию когда рецепиент хочет забрать от вас вот эту вашу эмоцию эту вашу энергию чтобы вы раздражались чтобы вы злились и тогда совершенно спокойно сбрасывали эту энергию таким образом с точки зрения духовной философии можно сказать что когда мы общаемся с тугодумами то они подтравливают немножко или как бы слив заставляют нас сливать негативную энергию которая в нас внутри накопилась ведь если мы внутри сбалансированы если мы внутри выстроены мы очень четко понимаем с каким человеком на каком уровне интеллекта нужно общаться ведь вы же не раздражаетесь когда объясняете что-то важное сильное глубокое своим детям вы понимаете что их уровень интеллекта гораздо ниже нежели ваш а также гораздо ниже их объем знаний и их конечно же жизненный опыт таким образом мы понимаем что когда перед собой видим взрослого человека который вызывает у нас постоянно состояние раздражение иногда шока непонимания ну впервые когда мы общаемся с тугодумом мы сначала думаем что он притворяется и конечно же пытаемся мысленно его оправдать что он что-то не понял и вот поэтому я хочу вам дать несколько рекомендаций потому что если вы общаетесь с тугодумами например в рамках бизнес-процесса вы не можете избежать этой коммуникации уж подавно если кто-то из ваших близких ну например ваши родители с годами ввиду того что с ними случается уже некая знаете такая возрастная аномалия с нейронными связями они начинают медленнее думать и медленнее вас понимать вот вы не можете избежать этих контактов как себя стоит вести что лучше делать ну прежде всего всегда пространство коммуникации транслируйте сердечную энергию а это значит в любом послании с любым человеком транслируйте поток из сердечной чакры пусть это будет бело-золотой поток или просто поток света то есть как только вы озаряете пространство вашего общения светом а значит вы улыбаетесь вы дышите спокойно вы расслаблены вам гораздо легче донести любое информационное послание более того если перед вами находится тугодум человек у которого заторможены по каким-то причинам и причинам может как вы уже поняли и возрастным и определенным аномалиям и недостаточности воспитания или недостаточности знаний разные могут быть причины у тугодумов так вот если перед вами такой человек и вы транслируете пространство общения с ним вот это пространство поле света и любви вы уже частично обезоруживаете тугодума и он начинает с вами вступать в другую коммуникацию то есть он перестает вас раздражать потому что вы в нем видите также своего учителя чему вас учит тугодум но вы уже понимаете смирению терпению трансляция любви понимания а также он учит вас по-другому выстраивать свои информационные послания не говорить слишком сложными вычурными супер профессиональными терминами например с теми людьми которые их не понимают ведь достоинство мудрого человека состоит в том что он может умеет и знает как говорить простые вещи простым языком хотя говорить о глубоком и очень очень важным таким образом первое вы транслируете в пространство общение с тугодумом поле любви свет из вашего сердца вы можете зная что вы будете общаться с тугодумом наперед подышать сделать несколько глубоких вдохов и через сердце через грудную клетку бело-золотого света ученые установили что свет благотворно влияет на все психические и физиологические процессы на клеточном уровне человека поэтому первая задача наша научиться благостно излучать свет затем следующий шаг спустите свой голос в сердечную чакру говорите из сердца говорите из центральной вашей энергетической чакры то есть говорите так чтобы люди хотели вас дослушать до конца говорите так чтобы вы обволакивали своим голосом и чтобы ваш голос достучался до самых-самых тонких вибраций души человека ведь он только лично сна тугодум он только лично сна себя так презентует он выбирает такую позицию коммуникации общения но на уровне души перед вами всегда прекраснейшая душа созданная по образу и подобию творца и соответственно мы говорим о том что когда мы транслируем пространство любовь разговариваем с тугодумом из состояния сердца то мы разговариваем с его прекрасной душой таким образом и градус вашего раздражения от коммуникации с тугодумом будет снижаться а дальше еще несколько рекомендаций по интеллектуальным или информационным посланиям если вы донесли какое-то послание к человеку и вам важно чтобы он вас понял например это ваш подчиненный обязательно уточните что он понял и попросите его своими словами вам пересказать ту задачу которую вы перед ним поставили это же правило можно использовать семье когда вы что-либо пытаетесь донести стараетесь донести до своего мужа жены и детей или родителей обязательно если это важное послание спросите у них с помощью уточняющих вопросов насколько они поняли то что вы хотите сказать или попросите пересказать коротко что они поняли поверьте этот навык в коммуникациях приведет вас к высочайшей эффективности общения и донесения своих посланий если вы научитесь не только просто транслировать состояние любви в коммуникацию если вы научитесь слушать и слышать вашего собеседника от угодума тоже нужно научиться слышать он каким-то неведомым для вас способом также стучится к самому донышку вашей прекрасной души помните ведь его цель стравить вот просто выпустить из вас пар виде раздражения и агрессии из-за того что вы его не понимаете он для вас учитель а вы для него большой пример куда нужно и важно стремиться таким образом друзья мои любая коммуникация в которую вы вступаете любое общение с любым человеком прежде всего это опыт для вашей личности которая меняется и трансформируется и это опыт эмоциональный чувственный опыт для вашей души хотите общаться с интеллектуальными интересными людьми конечно же отслеживайте свое окружение не старайтесь его изменить меняйтесь сами и помните хотите изменить мир вокруг себя начинайте с себя всего доброго с вами была татьяна дугельная встретимся в следующей программе